Стэлла Кьярри. Размер не имеет значения. Пролог. Не плачь, Кирюша. Стараюсь успокоить малыша, расстроенного тем, что всех забрали домой, а он один остался. Родители опаздывают. Соскучился зайка. Ну, давай книжку почитаем. Хочешь? Про машинки. Кивает, вытирая слезы кулачком. Хлопаю по коленям, зову к себе. Садится. Ворошу светлую копну. Сопит, пока я отмечаю, что в два года у ребенка стрижка, как у звезды, а на маленькой ручке детские эксклюзивные кортье. Зачем? Он же еще не знает цифры. Вчера Катюша ему в песочнице по этим часикам лопаткой треснула. Так у нашей нянечки чуть инфаркт не случился. Скорую вызывали. Хотели ценность убрать в сейф? Отказывается. Ножками топает, ревет. Папа подарил. Впрочем, как сказала управляющая нашим випсадом, у нас дети особенные. К ним и подход такой же нужен. Отвлекаюсь от мыслей. Беру книжку. Открываю. Ребенок внимательно изучает. Пальцем по картинкам водит. А я все никак привыкнуть не могу, что работаю с детьми. Вспоминаю, как Рома говорил. «Зачем тебе учиться на врача? Я тебя устрою к себе в клинику и так, если захочешь. А пока сиди дома, сохраняй очаг. Баба должна детей рожать, а не работать с утра до ночи». Так и повелось. Поэтому, когда в один прекрасный день Ромочка пришел и заявил «Элла, я решил жениться?» Мое сердечко радостно забилось, пока он не продолжил. «Маша беременна. Прости, я не могу оставить ее с ребенком». «Орешкина?» — выдавила я, не веря собственным ушам. «Моя одноклассница, медсестра в клинике Романа, увела его у меня из-под носа». «Надеюсь, ты нас поймешь». «И благословишь!» — прошепела, собирая чемодан. «Смотри, какая... классная...» Кирюша восторженно указывает пальцем на красный ягуар, возвращая к действительности. «Малыша знаю совсем недавно». Говорит плохо и, когда волнуется, заикаться начинает. «Классная...» — повторяет громче, а у меня по спине холодок. «Покаталась я вчера... на такой же... с приключениями». «Элла Борисовна, там вас у входа мужчины ждут», — подбегая таратурует восемнадцатилетняя Санечка. Как и я, новенькая, няня младшей группы. От этой фразы передергивает. «Элла Борисовна из меня, как из коровы-балерина. Мне двадцать пять, но по ее меркам я уже бабушка. Чего хотят?» Внутри нехорошее предчувствие. «Не знаю, вас требует». «Посиди с Кириллом, гляну». Передаю ребенка. Он хнычит, обещая ему покататься на Ягуаре, только чтобы не плакал. Успокаивается. Выглядываю в окно и вижу. Один нервно похаживает вокруг своего Бентли, другой, скрестив на груди руки, смотрит то на часы, то на вход. «Карантин!» — в садик не пускают даже родителей. Присматриваюсь, и сердце замирает. Первый кажется смутно знакомым. Похоже, это ему я авто поцарапала у Загса и скрылась. А второй... Несостоявшийся жених, которого я от алтаря увела, у невесты украла и сбежала, оставив у него в кармане свои трусики. «Мама дорогая!» Оба меня нашли. Что сейчас будет?